МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорят, самолет – самый безопасный транспорт в мире. При этом в 2014 году в мире произошло несколько авиакатастроф, которые унесли 884 человеческих жизней. А теперь представьте, как эта цифра могла бы выглядеть в расчете на автомобильные аварии. Только за 6 месяцев прошлого года в нашей стране по этой причине погибло более 10 тысяч человек. Но я не хочу, чтобы вы настраивались на пессимистичный лад. Сегодня нам предстоит выяснить, как обезопасить дорожное движение, ведь это неотъемлемая часть комфортного города. ДТП Основными нарушениями правил дорожного движения, ставшими причинами ДТП по вине водителей автомобилей, являются нарушение правил проезда пешеходного перехода, превышение скорости, несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции. Основная масса дорожно-транспортных происшествий в городе Чебоксары совершается в период с 15 до 18 часов, когда сильно повышается интенсивность движения и увеличивается количество пешеходов на улицах и дорогах. По дням недели пик аварийности приходится на пятницу. Совершению дорожно-транспортных происшествий сопутствуют и дорожные условия. В основном это отсутствие или плохая видимость дорожной разметки. Свою роль также играют недостаточное освещение, дефекты дорожного покрытия, неудовлетворительное состояние обочины, неисправность светофоров, ограниченная видимость. Если сталкиваются два автомобиля, то виновного определяют среди водителей. Но случается и так, что ДТП происходит по причине ям на дорогах. Кто же виноват в этом случае? В любом случае нужно будет обратиться в дежурную часть, вызвать экипаж ГИБДД, то есть все это оформить документально. Потом можно обратиться уже в экспертную организацию, где мы подсчитаем ущерб, и можно будет обратиться в суд. Все зависит от стоимости машины. То есть есть машины представительского класса, у которых стоимость самих колес, шин очень дорогая. Случаи в этом году, конечно, меньше, чем в прошлом году. Из-за того, что стараются у нас дорожное хозяйство вовремя все эти дырочки наши залатывать. Но обращение есть. Чтобы не обращаться после к автоюристу, необходимо в первую очередь быть внимательнее самому водителю. Однако автолюбители тоже высказывают свои пожелания по организации дорожного движения. В качестве безопасности, прежде всего, хочется акцентировать внимание на качестве строительства и ремонта дорог, а также ямочного ремонта. Что касается строительства и ремонта дорог, то у нас некоторые дороги даже на год не хватает. В итоге это сказывается, разумеется, на безопасности. Как и ямочный ремонт, когда яма превращается в выбоины. То есть должен определенно быть ГОС, когда если яма заделывается, составляется ямочный ремонт, то это должно быть по определенным нормативам. Дальше, следующий момент. Это профилактика безопасности дорожного движения. У нас в городе вообще нет социальной рекламы, направленной на ту же самую борьбу с алкоголем за рулем, нетрезвыми за рулем. Это и пешеходы. Кто у нас занимается культурой пешеходов? Никто. Также и культура водителей, детские травматизмы. То есть надо шире подходить к профилактике. Следующий момент. Очень большое количество ДТП происходит и на парковке. Здесь на центральных улицах все-таки надо больше делать карманов для остановки. Также у торговых центров, либо у бизнес-центров расширять парковки. Эта возможность есть, в принципе, земля там есть. Потому что на самом деле ГАИ, то же самое, она четко фиксирует нарушителей, кто стоит не в положенных местах. А вот предоставлять людям альтернативу, чтобы люди поставили машину, они не с большим же желанием стоят на проезжей части. Поэтому больше расширение парковок. Следующий момент. Это остановки. У нас есть ряд остановок, которые находятся... Общественный транспорт останавливается прямо на проезжей части. Поэтому должны быть по нормативу определенные карманы, для того, чтобы общественный транспорт мог заезжать туда. Опять-таки то же самое. Это гостиницы России, Стрелку, Детского мира. Чем дольше водитель стоит в пробке, тем сильнее его желание выбраться из нее, несмотря ни на какие правила дорожного движения. Поэтому пропускная способность дороги напрямую влияет на профилактику нарушений ПДД. Но в центре заторы неизбежны. В решение этого вопроса чебоксары обратились к опыту больших городов. Месяц назад в Чебоксарах начали внедрять автоматическую систему управления дорожным движением. Специальные контроллеры считывают информацию о количестве автомобилей, проезжающих перекресток за определенный отрезок времени. Данные поступают в программу, которая автоматически меняет режим работы светофора. Чем больше машин, тем дольше для них будет гореть зеленый свет. Прежде чем внедрять эту систему, изучали опыт внедрения в других городах. Но учитывая, что у нас стоят контроллеры на светофорных объектах производства электромеханика, это город Пенза. И эта же организация предложила нам внедрить систему диспетчерского управления «Вектор», которую сейчас мы внедрили. Для нас это было менее затратно, чем внедрять какие-то другие системы, потому что там бы требовалось менять контроллеры. В данном случае нам контроллеры не пришлось менять. Мы купили только программный продукт и дополнительный оборудование, которое входит в контроллеры. На реализацию данного мероприятия потребовалось 3 миллиона на проектные работы и 9,5 миллионов на реализацию СОДД на 18 перекрестках, включая детекторы. То есть в среднем где-то 500 тысяч на перекресток. Всего в Чебоксарах 109 светофорных объектов. Первым этапом проекта были охвачены 18 светофоров на Московском проспекте. В часы пик здесь можно наблюдать настоящий зеленый коридор. Во второй и третий этапы планируется задействовать еще 36 объектов. Таким образом, система будет внедрена на 54 важных и ключевых перекрестках города. Мировая практика показывает, что увеличить пропускную способность дорог к светофорным регулированиям можно, но не более чем на 15%. Почувствовали ли автолюбители столь небольшую разницу? Вы слышали, что на Московском проспекте внедрили такую систему, что в зависимости от потока машин меняется время автоматически у светофоров. Сколько будет гореть зеленый, красный свет? Не слышал, но догадывался. Вроде стало получше. В целом, так-то движение довольно-таки комфортное, не затруднительное. Больших пробок нет, но такого прям четкого ощущения нет. Просто светофоров очень много. Это понятно, что очень много всяких социальных учреждений находится, больницы и прочее. Есть такая необходимость множественного количества этих переходов и светофоров. Это как бы обоснованно. От этого никуда не деться. Это нужно. Приходится немножко, как говорится, терпеть. Знаете, что-то еще не видели. А часто здесь проезжаете? Постоянно здесь. А когда это было? Давно? Я только стрелку заметил, что ее убрали. Мне здесь штраф просто один раз выписали. Очень даже почувствовали. Замечательно. Во-первых, люди успевают повернуть вот сюда, сюда, в столицу, кто-то здесь проживает. Время замечательно. И больший поток по Московскому проспекту проходит. То есть пробки в основном замечательные, очень здорово. Очень даже почувствуют. И самое главное, что здорово, то, что вот поворот у нас был, вот если ехать со стороны республиканской, поворот был у нас еще и налево, а сейчас его нет. Это тоже очень здорово. Молодцы. Думают о нас, о жителях, о городе. Когда мы говорим о поведении на дорогах, ошибочно полагать, что эта тема касается только автомобилистов. Пешеходы тоже являются участниками дорожного движения. Если автомобилисты, получая права, обязаны на зубок знать правила дорожного движения, то с пешеходов этого никто не требует. Единственное, чему учат родители ребенка, это смотреть по сторонам и ориентироваться по светофору. Но мало кто из подростков знает, что если ты едешь на велосипеде, то у пешеходного перехода с него необходимо слезть и перейти пешком. Иначе ты являешься грубым нарушителем ПДД. И пока нет нормативного акта о том, что правила дорожного движения должен знать наизусть каждый пешеход, большая часть ответственности юридически лежит на водителе. Поэтому сегодня делается все, чтобы переходы были максимально заметны для автомобилистов. Согласно ГОСТу, пешеходные переходы должны обладать следующими характеристиками. Первичные белые полосы должны очередоваться с желтыми для лучшей видимости. В темное время суток пешеходные переходы обязательно должны освещаться фонарями. Знаки пешеходный переход должны размещаться на свето-возвращающих щитах желто-зеленого цвета. У переходов вблизи учебно-воспитательных учреждений предусмотрена установка желтых мигающих светофоров, искусственных неровностей и пешеходных ограждений. Вблизи таких учреждений предусмотрено применение дорожной разметки 1.24.1 «Дети» и дублирующий дорожный знак 1.23 «Дети». Также на дорожном полотне может быть нанесена надпись «Школа» или «Дети». Считается, что подземные и надземные пешеходные переходы не предполагают столкновения машин и людей. На деле же половина из тех, кто хочет перейти дорогу, перебегает ее, провоцируя при этом ДТП. Решение этого вопроса достаточно бюджетно и при этом изящно. Через ограждения на разделительных полосах не так-то легко перепрыгнуть. «Дети» и «Дорога» – острая тема, которая требует неусыпного внимания со стороны взрослых. Не ваши ли дети топают по проезжей части на красный сигнал светофора? Какую оценку вы бы поставили себе за поведение на дороге? В изучении азбуки пешехода на помощь приходят детские автогородки. Настоящие светофоры, дорожные знаки, разметка, ну и, конечно, всем известная зебра. Эти атрибуты большой дороги появились в миниатюре на территории детского сада номер 112 в прошлом году. Теперь дошколята изучают правила дорожного движения, так сказать, на практике. У нас настоящие светофоры. Дети знают все цвета этого светофора, знают, на какой цвет переходить. У нас имеются замечательные умные знаки на всей территории. И родители, и дети идут в детский сад и повторяют, изучают. И, надеюсь, это им навсегда в жизни пригодится. А наши детки сегодня мы уже замечаем и слышим, когда приходят на настоящую серьезную бурную дорогу, наши детки учат своих родителей и бабушек, и дедушек, что переходить надо только на зеленый свет. Не надо торопиться. И зебра, она волшебная. Она подскажет, где можно это сделать. Очень рады, что организовали такую площадку игровую для детей. Мы считаем, что минимум дети все равно должны знать о правилах поведения себя на дорогах. Как нужно переходить дорогу, где находятся остановки общественного транспорта, что нужно знать о дорожной зебре и лежачем полицейском. В общем, все основные законы дороги, которые дети будут применять в жизни. А это, как надеются стражи порядка, позволит сформировать у них с самого раннего детства навыки безопасного поведения на дороге. Это единственный городок пока в 112-м садике, который, наверное, действительно будет определять знания подрастающего нашего поколения, имя деток, всех АЗОВ, которые существуют на дороге, правил дорожного движения. То есть мы тем самым будем учить с раннего детей переходить дорогу и вести себя на проезжей части. Сейчас дети не просто знают правила светофора, но и могут рассказать его всем желающим, да еще и в стихотворной форме. Красный свет нам скажут нет, сдержанно и строго. Желтый свет дает совет, подождать немного. А зеленый свет горит, проходите, говорит. Теперь мы знаем, как проходить зеленый свет. Создавать такие детские автогородки необходимо не только в детских садах, но и парках, чтобы семейные походы в зоны развлечений были еще и познавательными. На федеральном уровне госавтоинспекция предлагает ввести паспорта дорожной безопасности образовательных организаций. Паспорт отображает информацию с точки зрения обеспеченности безопасности детей на этапах их движения по маршруту дом-школа-дом, а также к местам проведения учебных занятий и дополнительных мероприятий и содержит различные план-схемы безопасных маршрутов движения. Макеты могут быть выполнены как в виде стендов, так и в качестве настольной игры, чтобы каждый ребенок мог запомнить, как нужно себя вести в данном микрорайоне. Кроме того, необходимо дополнить инфраструктуру рядом со школой или детсадом. Пешеходные переходы рядом с образовательными учреждениями должны быть узнаваемы водителями. Уже на подъезде к школе или детсаду водитель должен понимать, что находится в особенном месте. Для этого нужно использовать особенные дорожные знаки, например, территория детской безопасности, сигнальный столбик со специальной маской «Внимание, дети!», навесная веха со светоотражающим покрытием для опор дорожных знаков, элементов освещения и ограждения. Кроме всего, веха создает эффект световой стены. В рамках проекта также предусмотрены информационные указатели во дворе школы. На них отражена вся необходимая информация о вероятных маршрутах следования детей до остановок, мест отдыха, до родительской парковки, парка или ближайшего пункта полиции. Указатель может стилизоваться под индивидуальные особенности школы или под традиционную русскую культуру. Например, указатель может быть выполнен в виде сказочного камня на распутье, на котором показаны пути опасного и безопасного следования. Первой школой в Чебоксарах, в которой начали внедрять паспорт дорожной безопасности, стала специальная коррекционная школа номер один. Начальным этапом стала разработка плана схемы микрорайона. Насколько эффективны результаты проекта мы сможем увидеть в ближайшем будущем. Крупные города оказались перед очень сложным выбором. Если не расширить существующую дорожную сеть, то есть риск встать в одну огромную пробку. Но чем шире улицы, тем больше машин по ним едет. В США нетрадиционно подошли к решению этих вопросов. Штатам прописали дорожную диету. В основу концепции дорожной диеты заложено понятие болевых точек. Это места на дороге, где чаще всего происходят аварии. Участникам дорожного движения сложно сориентироваться, как двигаться и кого пропускать. На дороге с четырьмя полосами таких точек намного больше, чем на дороге с тремя. При этом многие четырехполосные дороги используются как дороги с тремя полосами, например, левый ряд используется для поворота, а правый как место для парковки. Это означает, что при сокращении количества полос пропускная способность дорог снижается не сильно. Таким образом, при сокращении количество полос с 4 до 3 болевых точек становится меньше. Кроме того, снижается скорость движения, поток машин начинает двигаться более равномерно, аварийность падает, а вместе с ней и количество жертв. Дороги с низкой и средней интенсивностью движения сужают, а часть дорожного полотна используют под велосипедные дорожки и пешеходные тротуары. Согласно различным исследованиям, дорожная диета сокращает количество ДТП на 29%. На сельских дорогах она особенно эффективна, количество ДТП сокращается на 47%. В мегаполисах ее эффективность ниже, но тоже весьма значительно. После запуска подобных программ количество аварий сокращается на 19%. Так что общая тенденция расширения проезжей части ради увеличения пропускной способности возможно не самое лучшее решение для обеспечения безопасности. Иногда стоит взглянуть на проблему под другим углом. Например, для водителей, которые любят погонять и покупают для этого мощные автомобили, можно создать специальный автотрек. Нажав на педаль газа и выплеснув весь адреналин, он вряд ли захочет превысить скоростной режим на улицах города. Тема дорожной безопасности обширна. Необходимо учесть множество нюансов, чтобы эта система работала как часы. Хотя и это вряд ли возможно. Большую роль играет человеческий фактор. Тем не менее, есть предложения, которые способны изменить ситуацию в лучшую сторону. Во-первых, это разъяснительная работа с людьми, профилактические мероприятия и социальная реклама. Во-вторых, внедрение инновационных технологий и автоматизация процессов регулирования движения. В-третьих, формирование у детей интереса к изучению правил дорожного движения. И в-четвертых, использование не только традиционных подходов в решении проблем, но и рациональных. Прогресс не стоит на месте. На службе общества не только людские ресурсы, но и инновационные технологии. Но тема, которую мы сегодня обсуждаем, стара как мир. И только мелкими, но верными шагами и общими усилиями мы сможем построить безопасный город будущего. Редактор субтитров А.Семкин